Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня мы находимся в Люксембурге и посетим замок Буршей. Замок очень интересный, старинный. Я думаю, видео должно получиться интересным и красивым. Приятного просмотра! Замок Буршей является не только самым большим замком в стране, но и одним из самых важных замков между Рейном и Маасом. Он расширялся в четыре этапа, последний из которых завершился в 1430 году. Строительством большой ограды и многочисленных башен. Лорды Буршей, жившие в то время в замке, являлись одними из самых уважаемых рыцарских семей в регионе. Верные вассалы герцога Люксембургского, они также были его советниками и сражались на его стороне во всех вооруженных конфликтах. Семья Буршейдов была заменена семьей Меттеринхов в 1626 году, до того, как французская революция положила конец феодальной власти. История замка Французская революция фактически начинается с лорда замка Бертрама фон Буршейда, чье имя впервые упоминается в 1095 году. Строительство замка датируется тысячным годом и основано на еще более старых постройках. Ох, не успел снять посетители! примеряли на себя это устройство для пыток. Замок расположен на Сланцевой скале, доступной только с севера-запада, в 150 метрах над правым берегом реки Сюр, на высоте от 360 до 380 метров. Руины этого комплекса до сих пор свидетельствуют о важных укреплениях длиной около 151 метра и шириной 53 метра, площадью 12 тысяч квадратных метров, окруженных прочным ограждением с 11 башнями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После 1472 года внешний двор был построен с внешними воротами, защищенными частоколом, сильным артиллерийским бастионом и траншеей, окруженной четырьмя башнями по бокам, перекрытыми подъемным мостом. Когда последний лорд Буршейт умер бездетным в 1512 году, его наследники построили в замке три отдельных жилища. Тея из Меттерниха в старых дворцах и в донжоне, Зант Мерла в нижней части верхнего замка и арт в доме Шользенбурга. В 16 веке замок достроили въездными воротами с артиллерийскими бастионами. С нашествием французов в 1794 году закончился феодально-замковый период. Осенью 1802 года архивы Буршейта были перевезены в Гемюнхен-Хунцург после захвата замка наследником Фрейхером фон Шитбургом, Камергером Курфюста и архиепископом Трирским. 1812 год Шмидтбург выставил на аукцион свою недвижимость по частям. Паркетные полы, лестницы, двери и даже отдельные решетки. В реестре Буршейта записывались все административные акты, а также все судебные решения, вынесенные в отношении Буршейта с 1095 года. Полные оригиналы этих документов сегодня хранятся в Демюндене. Друзья Шато де Буршейт опубликовали их в 10 книгах. Около 1000 года примитивное деревянное укрепление стало первым прочным каменным замком. Раскопки выявили римские, меровинкские, королинкские и атонские следы. От этого первого романа готического замка теперь видны только донжон и кольцевая стена. Сегодня это внутренняя кольцевая стена. Внешнее ограждение, укрепленное восьмию башнями, было завершено в XIV веке. В то же время был построен дом Штользебург с готическим сводчатым погребом. Заброшенный в XIX веке, внушительный замок окончательно превратился в руины. Руины были классифицированы как исторический памятник в 1936 году и переданы государству в 1972 году. С тех пор в них проводились обширные раскопки и реставрация. Только два здания в стенах замка были перестроены по старому образцу. Это дом Приватника и дом Штользебурга. И в завершении небольшая прогулка по окрестностям. Посмотрите, очень красиво. КОНЕЦ КОНЕЦ А в этом ресторанчике мы очень вкусно пообедали. После такой прогулки и аппетит был отменным. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И если еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok